Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители и огородники! Меня зовут Иван Русских и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о такой нехитрой, но со своими особенностями, задачи подготовки клубни и картофеля к посадке. Когда клубни и картофель хранятся при адекватной температуре, в процессе их хранения не происходит роста ростков. Это означает, что клубни и картофеля сохраняются правильно. И замечательно, если из своего хранилища, из погреба вы достали картофель вот в таком вот виде, вот с такими еле-еле-еле видными росточками. Это означает, что у клубней осталось достаточно много питательных веществ, много крахмала, сахаров для того, чтобы обеспечить ростки до того времени, как они вылезут из земли и начнут фотосинтезировать всеми питательными веществами. Это обеспечит им хороший дальнейший рост, развитие и высокий урожай. Понятно, что посадив вот такой вот клубень в землю, особенно если посадка происходит в довольно ранние сроки, скажем, в начале мая, в конце апреля в умеренной зоне, то такой клубень будет прорастать очень долго. Он должен как следует согреться, чтобы в клубне начались все необходимые процессы для роста ростков. Для этого существует один совершенно необходимый прием для того, чтобы разбудить эти клубни. Он называется прогревание. Прием прогревания клубней применяется и в любительском хозяйстве, и в больших крупнотоварных хозяйствах. Всегда клубни прогреваются. Для того, чтобы правильно прогреть клубни, их необходимо примерно за месяц. Можно, конечно, и за 2-3 недели, но это в том случае, если температура будет действительно достаточно высокая, будет около 20 градусов. Но в практике обеспечить такую температуру на большой площади, скажем, на полу или где-то в веранде или еще где-то, ну где любой хозяин ведет свое хозяйство с растениями достаточно сложно. Поэтому лучше всего рассыпать клубни за месяц в светлом месте. Если вы обеспечиваете свет этим клубнем, то кроме прогревания клубни еще и зеленятся. Зеленение клубни является не настолько важным и необходимым приемом, как прогревание клубня. Но все-таки считается, что зеленение клубня указывает, во-первых, на правильно проведенное прогревание, потому что физиологические процессы синтеза вот этого зеленого пигмента и одновременно с ним солонина, такого алкалоида картофеля, достаточно ядовитого, которого нет в обыкновенных клубнях, но который присутствует в зеленых клубнях, вот как здесь у меня бочелка уже зазеленела клубня. В некоторой степени это защищает клубень от повреждения насекомыми, тем же колорадским жуком на ранних стадиях, ну и кое-какими болезнями. Хотя на самом деле какого-то глобального значения зеленения не имеет. Самое главное, это правильно прогреть клубни. Когда вы правильно прогрели клубни, у вас росточек, вот этот вот, вырастает примерно на 2-3 сантиметра. И вот с такими росточками длиной 2-3 сантиметра, если ростки эти для сорта характерны с какой-то окраской, например, с фиолетовой или синей окраской, то в таком случае эти ростки должны иметь характерную окраску, особенно если они проращивались, прогревались на свету. Вот именно такие клубни являются оптимальными для посадки. Почему ростки более длинные являются неоптимальными, неудобными для посадки? Потому что в процессе посадки, заделывания землей, конечно, есть очень большой риск, что эти ростки обломаются и развитие картофеля задержится. Что же делать, если картофель перерос, если ростки уже стали слишком длинные? Все очень просто. Эти длинные ростки необходимо удалить. Удаление таких ростков позволит дополнительным почкам на клубни проснуться и прорасти в процессе прогревания до необходимого размера. Это самое важное, что необходимо сделать перед посадкой картофеля. Конечно, перед посадкой картофеля во время прогревания или после прогревания вы можете обработать клубни различными препаратами. Вы можете использовать фитостимуляторы, такие как гуматы и даже эпин. Вы можете использовать биологические фунгициды, такие как фитоспорин. Вы можете обработать клубни 1% раствором медного купороса. Вы также можете добавить микроэлементы, бурную кислоту. Это будет все очень хорошо. Единственное, что не надо смешивать все сразу. Если вы используете биологические средства защиты, то не стоит использовать химические средства защиты. Ну и наоборот, потому что они будут конкурировать, либо просто биологический агент погибнет в присутствии каких-то резких таких агрессивных химических средств. Ну а в конце своего рассказа я хочу вам рассказать об одной особенности клубни и картофеля, вероятно, о которой мало кто из вас слышал. Дело в том, что если вы обратите внимание на клубень, у него вот здесь на вершине клубни имеются главные глазки, сборище таких глазков, этих вот росточков. На противоположной стороне этих росточков нет. Здесь как раз такая вдавленность, как правило, формируется. Это то место, которым клубень крепился к столону материнского растения когда-то. А вот все росточки концентрируются вот в этой верхней половине и самая большая концентрация на вершине. Так вот интересно, что все эти росточки располагаются на клубне по спирали. И на некоторых клубнях эта спираль закручивается по часовой стрелке. Это так называемые правые клубни. А на некоторых клубнях это закручивание идет против часовой стрелки. Это так называемые левые клубни. Определить правый клубень или левый совершенно несложно. Необходимо найти центральный росточек, затем ближайший к нему росточек, затем ближайший к этому росточек и соединить их линией. В итоге у вас получается спиралька. Соответственно, если она закручена по часовой стрелке, это правый клубень. Если против часовой стрелки, левый. Ну, возможно, на первых клубнях у вас-то не сразу получится, но с третьего-четвертого раза вы будете сортировать эти клубни очень быстро и очень легко. Обратите внимание. Вот что интересно. В наших исследованиях, нормальных, хороших полевых исследованиях оказалось, что правые клубни могут давать урожай до 20% выше, чем левые клубни, отобранные из этой же партии семян. И для тех, кто из вас любит поэкспериментировать, любит проверить какие-то вещи, любит получить большой урожай с небольшой площади, попробуйте, разделите те клубни, которые вы вырастили и храните, или те, которые вы купили, на правые и на левые, и посадите их отдельно. При одинаковом уходе, при одинаковом состоянии клубней, вы увидите, что урожай правых клубней будет действительно выше. Я надеюсь, что эта рекомендация вам понравилась. Я надеюсь, что вы запомните, что все клубни перед посадкой требуют обязательного прогрева. И прогрев этот должен длиться так долго, чтобы росточки выросли примерно на 2-3 сантиметра, не больше. Если больше, просто охладите. Я надеюсь на наши будущие встречи. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на красную кнопку под этим видео. Нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить наши новинки и быть всегда в курсе самых последних новостей и рекомендаций. Надеюсь на новую встречу с вами. Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин